Это видео посвящается нашей подписчице Маше, у которой вчера умерла любимая морская свинка. Здравствуйте наши дорогие и любимые подписчики и зрители! За это время мы с вами сдружились. Вы меня очень поддерживаете. Я стараюсь быть внимательной каждому из вас. Я обращаю внимание на все, что вы пишете в комментариях. Мы вместе решаем проблемы, мы вместе радуемся. Но иногда бывают очень грустные новости. Увы, так устроена жизнь. Все живое рождается, растет, развивается и, к сожалению, умирает. Это страшно, это тяжело. Как пережить потерю? Вчера мне пришло сообщение от девочки 11 лет, что ее свинка заболела и она с тревогой идет в школу на занятия и ей хочется плакать. Всегда верится в лучшее. Но после занятий мне пришло от Маши еще одно сообщение, что ее любимая свинка умерла. Как найти слова утешения? Какими словами можно утешить в такой момент? Я понимаю, что все, что я напишу, все, что скажу, навряд ли сможет помочь. Чувствовать поддержку и знать, что тебя поддерживают, это уже хорошо. Но горе нужно пережить. И время сможет помочь. Я написала ответ Маше. Сама я не знаю, какими словами в таких случаях можно подбодрить. Я очень переживала по этому поводу и как-то само все думалось. И я знаю, что Маша сейчас плачет. Что нужно делать в таких случаях? Главное, себя отвлечь от плохих мыслей. В такие моменты тяжело чем-то себя занять, все валится с рук, ничего не хочется делать. Или даже, если правильно сказать, не можется. Поэтому нужно себя заставить. Заставить. Пройтись, погулять, пообщаться с друзьями. Они обязательно вас поддержат. Может в компании друзей вам будет легче. Разговоры вас отвлекут от плохих мыслей. Если все же вы не хотите общаться, не настроены на общение, то хорошо, если себя чем-то займете увлекательным. Разукрасьте что-то. Может создать что-то яркое. Подойдут раскраски антистресс. Можно просто рисовать. Старайтесь выбирать яркие цвета. Обычно за такими занятиями они не напрягают. Вы сами что-то там черкаете, творите. И мысли сами по себе перестраиваются. Можно так забыть что-то. Можно посмотреть какой-то фильм, который вы давно не видели, но вы знаете, что этот фильм вам очень нравится. Он тоже вас отвлечет в эти моменты. Если вы все равно только и думаете о своем любимом питомце, то попробуйте нарисовать его. Рисунок будет памятью о нем. Не любите или не умеете рисовать, пересмотрите фото питомца. Когда он был еще маленьким, как он рос. Выберите любимую фотографию, распечатайте ее. Каждый раз, когда вы будете на нее смотреть, вы будете понимать, что ваш питомец был счастлив. И вы должны радоваться, что вы для него делали все. Дарили ему радость, заботились о нем. Очень хорошо, если у вас есть хобби. Любимое занятие очень помогает. Увлеченному человеку легко справиться с любым стрессом. Вообще, этот момент касается всех. Обязательно найдите занятие для души. Ищите свое хобби, свое увлечение. То, что вам будет приносить радость. Это может быть что угодно. И лязание, и шитье, и рисование, и бесцеплетение, и лепка, музыка, выжигание, танцы. В общем, творчество, рукоделие. Это хорошие по жизни помощники. Понятно, что увлечение следует искать не в сложные моменты жизни, когда все валится с рук, а постоянно быть в поиске. В общем, увлеченный человек, это счастливый человек, который легко переживет любой стресс. Вспомните, чем вам больше всего нравилось заниматься. И переключите себя на это занятие. Если вы смотрите это видео, потому что потеряли любимого питомца, друга, то держитесь. Не плачьте. Отвлекайте себя от плохих мыслей. Думайте о хорошем. Подумайте о будущем. О новом питомце. Эти мысли, новые заботы вас отвлекут. Вам будет легче пережить потерю. Всем счастья, здоровья, найти свое хобби, быть человеком увлеченным, творческим, меньше потерь и больше поводов для радости и оптимизма. Чтобы все следующие видео были про хорошее, а вы делились с нами только счастливыми событиями. С вами Оксана. До новых встреч!